Четверть миллиона одиноких стариков живут сейчас в домах престарелых. В очереди стоят еще 18 тысяч. Однако есть и те, кто по разным причинам не может или не хочет провести остаток жизни в казенном доме. И именно они часто сталкиваются с человеческим равнодушием. Герой нашего следующего сюжета нуждается в помощи и милосердии. Об уважении к старости, по которому и судит общество, расскажет Елена Целикова. В доме Петра Ивановича редко бывают гости. После смерти жены признается совсем осиротел. Ведь ни детей, ни богатств они с супругой на жизнь так и не успели. А потом пришла старость. Одинокая и нищая. Все, что осталось, только этот полуразрушенный дом. Две комнаты в 12 квадратных метров. А кровать вот у меня, вот я все разбираю, и там в коридоре подушки. И он сошел. Можно, я хочу, вот, по-говорому купить, окна заложить, по-говорому, чтобы окна не дурно. Стены, как мхом, заросшие плесенью, прогнивший пол и издияющая дырами крыша. Цвет в доме отключили электрики, опасаясь, что замкнет проводка и случится пожар. Газа тоже нет. Еще позапрошлой зимой перемерзла отопительная система. Верхние пристройки в Центриризане больше полувека. И ремонт здесь не проводили со времен заселения первых жильцов. И теперь вряд ли будут. С некоторых пор дом Петра Ивановича, хоть и гнилая, но частная собственность. Делать бы было, они... Вот, Петер Иванович, не надо бы тебе это оптизировать бы. И я бы сейчас, мы все решили бы. И сделали бы ремонт. Было бы только крышу бы покрыть, да и трещь в цифре эти здоровые снять, и такие трещины бы не были. Казалось бы, все по закону. Проблемы дома, забота его хозяев. Но под конец жизни проблемы собственного жилища оказались Петру Ивановичу не по силам и не по средствам. Признается, мизерной пенсии едва хватает на еду. Простить о помощи, оказавшейся на грани выживания, человек не может и не умеет. Нет, он не обращается, у меня так пройдет, у него еще... Вот, если бы он пришел, сказал там что-нибудь, а я видела, как он живет. Плохо. Он не раз пытался достучаться до человеческих сердец, безрезультатно. Возможно, увидев хоть раз те нечеловеческие условия, в которых живет человек, эти люди поступили бы иначе. Покажи, Петр Иванович, как может готовиться к зиме. Надеюсь, что она не окажется для него последней. Ирина Целикова, Валерий Чикин, 200, Рязань.